так первый вопрос ехать ли на 6 месяцев или на один год учиться в языковую школу если я хочу остаться в японии ответ сейчас в языковых школах ужесточились немного условия и может получиться так что если ты сначала скажешь что ты едешь на 6 месяцев потом когда ты опомнишься и решишь остаться еще на полгода или еще на полгода тебе могу сказать нет извини но тебе придется вернуться потому что у нас уже например нет мест или нужно как-то переоформлять документы какие-то в посольстве и так далее поэтому существует такой риск и даже вот допустим раньше можно было ехать спокойно на два года в языковую школу можно было оформиться сначала на год и потом еще продлить еще на полгода еще на полгода этом принципе вообще было без проблем последнее уже время люди как раз сталкиваются ты с этой проблемой что как бы их ошарашивает просто в школе то есть он вроде хочет еще продлить а ему говорят нет чувак извините придется уехать то есть мы не мы не будем мы не будем тебе подавать на продление виза то есть это конечно зависит уже от школы но лучше подавать как можно на как можно больше и на как можно больше срок например ты можешь как-то договориться может быть что ты едешь учиться на год но вносишь сначала за полгода только оплату да и допустим если потом когда у тебя вот эти полгода подходит концу ты решаешь что ты больше не хочешь жить в японии тогда ты просто говоришь ну я выезжаю как бы да тебя тебе никто ничего плохого за это не сделает да если вы ешь раньше например то есть я не знаю тут надо смотреть конкретно по какой школе в какой в каких-то могут требовать сразу оплату за год но как правило требует именно за полгода потому что виза дается на год и три месяца если я правильно помню сейчас вот дальше идем значит имею диплом преподавателя английского языка могу ли устроиться официально языковую школу в японии ну они стараются языковые школы стараются принимать именно на этих спикеров да то есть чтобы английский язык был твоим родным если ты как-то сможет доказать что твой английский на таком уровне как он эти спикера то в принципе я думаю сможешь устроиться то есть ты можешь там допустим сказать что вот я жил там допустим в америке там 10 лет или что-нибудь в этом духе то есть может принципе на придумывать вряд ли кто-то это будет проверять ты можешь сказать что наполовину найти в спикер там да или еще что то что там не знаю родился в америке потом сменил гражданство на российское ну там любую какую-нибудь херню можем там наплести в принципе и главное чтобы ты смог именно преподавать непосредственно английском языке если хочешь именно преподавать на английском да приходишь школу разговариваешь с директором он тебе там допустим тебе там дают испытательный срок неделю если подходишь тебя берут то есть принципе стандартная схема в небольших школах там так все это и действует там такая семейная такая обстановка если что-то такое большее допустим универ какой-то уже серьезное заведение там могут докопаться там могут быть более серьезные уже требования поэтому здесь надо рассмотреть непосредственно но уже он зависит будет от того что это за компания вот но тем не менее сейчас довольно много тех же тех же найти в спикеров то есть американцев австралийцев которые постоянно преподают ну с другой стороны те же французы вот у меня и знакомый француз который тоже преподает английский хотя у француза какой у него там английский да вообще у него там произношение такое то есть от французского акцента то никак не избавишься так дальше тяжело ли найти такую работу ну вот я тебе ответил тяжело или нет просто идешь в школу заходишь в нее говоришь я хочу преподавать там да и ищешь просто на сайтах можно искать допустим сначала частные уроки давать то есть частные уроки вообще легко сейчас найти можно в интернете преподавать по skype то есть для этого очень не обязательно в японии быть можно искать на сайтах таких как сенсей сагасу там find teacher это именно частные уроки английского на любого другого языка русского там и так далее для японцев именно вот но это как чисто подработка так дальше какие языковые экзамены должен сдать преподаватель английского насколько я помню это как раз нужен то ик и то и фол что ли вот какой-то из них по-моему нужен нужно какое-то количество баллов ты это именно для японцев чтобы они могли заниматься деятельностью связанные с английским языком с преподаванием допустим английского для иностранцев наверное тоже какой-то тест нужен но если ты найти спикер соответственно те никакой тест не нужен да то есть если у тебя уровень нитив спикера то тебе наверно не нужно будет предоставлять все документов если же ты скажешь что ты допустим русский и ты профессиональный преподаватель на верность я могут потребовать что-то но это все можно здесь сдать там какие-то экзамены они проходят четыре раза в год что ли или даже каждый месяц я не помню точно это надо смотреть уже в инете когда они проходят просто подаешь заявку сдаешь и все у тебя будет эта бумажка на руках вот но опять же требует наверно даже не везде так дальше смысл смысл в том что я думаю о том чтобы взять кредит и уехать в японию может ли быть оправдан такой риск ну про риски я тебе ничего не могу сказать как бы я не знаю о твоих целях чё ты хочешь в японии делать то есть ты хочешь уехать в японию потом не возвращаться вообще в россию ну может быть тогда пофигу даем то есть уедешь и все кредит если тебе дадут как бы тебя уже не найдут уже в японии уже будешь а там когда вернешься тогда выплатишь не знаю понимаешь про риски я тебе не могу сказать ты должен сам это решить вот насколько это рискованный и так далее я же не знаю какая у тебя ситуация какой-то кредит собрался брать сколько денег там и так далее то есть это уже тебе надо с кем-то еще посоветоваться наверно вот я не брал кредит я накопил деньги сам то есть я бы не стал даже кредит наверно брать на такие вещи я потому что вообще никогда кредит ни на что не беру так дальше риск лето вообще и будет ли довольно просто при должных условиях риск так ну прориска тебе уже сказал что довольно просто а предложенных усилиях ничто не бывает просто то есть все все трудно и везде нужны усилия не бывает такого что был просто понимаешь на раз два тем более когда это связано с японии то есть есть проторенные дорожки про которых вот я говорю как раз который я сам создал эти дорожки да ты как раз информация максимальное количество информации о японии об условиях там и перспективы и так далее потом дорожка с языковыми школами то есть вот эти дорожки как бы это ориентиры по которым надо идти все остальное что уже будет встречаться на пути каждого отдельно взятого человека это уже будет зависеть но преодолеет он на эти сложности да или нет это будет зависеть от него будет ли это для него простой путь или сложный это каждый для каждого свой путь да это будет зависеть уже от того какой у тебя накопленный опыт до какой-то толстокожий там да как ты вообще относишься к переменам переезда в другую страну это все все это в совокупности вот и будет но тебе ответом на твой вопрос будет ли те просто или не просто да то есть чьи-то усилия они там как десять процентов а чьи-то усилия это как сто процентов да то есть и к два человека разных они думают что они прикладывают одни и те же усилия но одного получается хорошо у другого плохо понимаешь дело поэтому здесь тоже надо уже самому решать адекватно как бы да думать потому что горь когда я ехал я тоже ехал без всего у меня ничего не было вообще то есть у меня даже денег не было чтобы оплатить жилье за следующие три месяца себе из учебы у меня было только на первые полгода вот ну и никаких знаний и никакой информации тоже соответственно не было чтобы и дальше вообще какие возможности есть вот приложила достаточно усилий ну видимо достаточно приложил раз у меня все получилось вот поэтому я думаю то есть я не был каким сверхъестественным человеком я думаю от каждого по силу так дальше я занимаюсь саунд дизайном написание музыки для рекламных роликов реально реально ли найти работу в этой среде наверно реально почему бы и нет хотя здесь все в основном конечно на фрилансе завязано в этой сфере то есть нужно будет завести какие-то знакомства сейчас довольно много иностранцев которые занимаются продакшеном каким-то в токио и можно с ними завести знакомство есть на фейсбуке группы которые посвящены фильм мейкингу какие-то но и просто вещь эти группы вступаешь в них когда тоже допустим будешь японии или до приезда еще и там можешь уже у людей спрашивать что там какие есть возможности какие варианты там они иногда выкладывают какие-то информации о своих проектах им нужны участники в эти проекты на самые разные там должности да то есть как-то это можно тоже все находить не обязательно прям сразу в японские компании тыркаться можно начать именно с иностранных компаний и там японский язык принципе ему не требуется даже не компании а вот именно каких-то сообществ до который просто на какие-то отдельные проекты собирают людей то есть там набираешь связи и тебе уже будет проще потом потом можно будет куда-то зацепиться то есть это стандартная схема вообще то есть ты просто начал вливаешься какой-то коллектив нарабатываешь связи и потом у тебя уже появляются ответы на твои вопросы то есть кругозор расширяется тебе будет тоже проще